МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рассказывали о Михаиле Петровиче Погодине. Это русский историк, публицист и литератор. Мальчик, который был крепостным крестьянином, а стал тайным советником Российской империи. Процесс у нас занял два месяца. Данный доклад мы готовили очень серьезно. Оксана Валерьевна нам очень помогла в этом. Я верила в свою команду, разделила всем обязанности. Они все выполняли вообще идеально. Конференция собрала 250 студентов и преподавателей со всей страны. Студенты Оренбургской и Нижегородской семинарий рассказали об истории своих епархий. Студенты московской площадки МИФИ подробно рассмотрели историю отечественной физической науки, историю атомных проектов разных стран. На сегодняшней конференции, заключительном дне, моя группа представляла доклад о Михаиле Ильиче Кошкине. Это советский конструктор танков. Всем известен один из его танков Т-34, хотя он создавал множество других моделей. Наша группа была полностью подготовлена к сегодняшней конференции. Мы рассказали множество интересных исторических фактов. Два дня прошли в формате онлайн. Другие два дня очно в аудиториях Саровского физтеха. Конференция собрала педагогов и студентов из 10 российских вузов. Среди них НИЯУМИФИ, Оренбургский государственный институт искусств имени Ростроповичей, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МГУ имени Ломоносова. Жюри высоко оценила доклады. В жюри у нас представители разных вузов, Московского университета, СРФТИ, МИФИ, И они все высоко, очень даже, я бы сказала, высоко оценили работы ребят. В конференции принимают участие первокурсники и студенты третьего и четвертого курса. И вот вчера наше жюри такое на онлайн формате отметило, что работы очень сильные. Даже работы первокурсников не уступают работам четверокурсников. Всего на конференцию представили 52 доклада, из них 31 из СРФТИ. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Каждое посаженное дерево памяти герою, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Саров вновь присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения масштабной экологической акции в ней приняло участие свыше 5 миллионов человек из более чем 50 стран мира. Шесть саженцев вишни и яблони, а также 55 кустов барбариса из перья и волонтеры Победы высадили в сквере на Октябрьском проспекте. В организации акции в Сарове ежегодно принимают участие городские службы. Предоставляют саженцы и привозят их к месту высадки Департамент городского хозяйства и дорожно-эксплуатационное предприятие. В акции мы давно участвуем как единый трудовой механизм. Департамент помогает нам в этом ДЭП, привезли саженцы. Естественно, мужчины, скажем так, копают, сажают непосредственно сами деревья. Кустовые растения доверили девушкам Департамента городского хозяйства. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Появление таких зеленых памятников решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Мы стараемся привлекать и среди участников волонтеров Победы и молодых людей, чтобы они к этому приобщались. Недаром есть такое высказывание, что мужчина должен посадить дерево. Но в нашем случае не только мужчины это должны делать, но и, естественно, любой гражданин. Первый раз принимала участие в такой сложной деятельности. Это было очень тяжело, но это очень сплоченное дело. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Пионер на всех языках мира звучит одинаково, а смысл емкого слова тоже один, идущий впереди. В этом году в стройные ряды Саровской пионерии вступит 624 школьника. В сквере «Сорокалетие Победы» собралось 150 учащихся из трех школ города – 7, 10 и 11. К торжественному митингу ребята готовы. На вопрос, что значит быть пионером, отвечают четко и без раздумий. Я сегодня вступаю в пионеры, конечно, немного волнуюсь, но я знаю, что пионеры защищают свою родину, они всегда ноги мне дают салют, всегда помогают людям. Пионер всегда идет вперед, он самый смелый. Пионер – это тот человек, который не боится никаких преград, все время первый, он помогает людям, ради того, чтобы… он помогает людям просто так, бесплатно. Он делает это от своей души. Они занимаются добротой, и они просто так работают, трудятся от своей души, от своего сердца, и они доброжелательные. Прием новичков в этом году посвящен 96-му дню рождения пионерии, 2-го и 105-летию комсомола. Обязательные ритуалы церемонии, рапорт председателей дружин, вынос флага России и знамен школьных организаций, выступления юнормейцев и песня про Россию. Сегодня вы будете давать клятву, наверное, первую клятву перед лицом своих товарищей, давать нашему обществу, нашему народу. Что-то в вашей душе сохранится, и вы пронесете сквозь всю жизнь. Но как минимум вы станете чуть ответственнее, чуть увереннее в себе, у вас появится гордость. А какая высокая гордость у нас за вас? И вот прозвучало торжественное обещание. Ребята трепетно повторяют текст в ответ на девиз «К делам на благо Родины, добру и справедливости, будь готов!» Радостно кричат «Всегда готов!» Наступает кульминация, самая долгожданная минута – повязывание галстуков на белых рубашках счастливых пионеров. Пионеры – это то теплое слово, которое отзывается в каждом из нас, в каждом взрослом. Потому что, если вы спросите любого взрослого, которому так же, как и вам, в свое время повязывали галстуки, это время для него самое счастливое. Пионер – это тот, кто очень активно проводит свою жизнь, и его жизнь складывается интересно и счастливо. В завершении митинга почтили память погибших во время Великой Отечественной войны возложением цветов к мемориалу. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Работа на износ – заведомо проигрышная тактика подготовки к ЕГЭ, считают психологи. Такой ритм непременно скажется на здоровье ребенка, как физическом, так и психоэмоционально. Зачастую дети перестают нормально питаться, регулярно гулять на свежем воздухе. Едва ли такой настрой приведет к хорошим итоговым баллам. Важно распланировать день грамотно. В этом своим детям могут помочь родители. Важно делать перерывы, правильно, хорошо питаться, выходить на улицу, дышать свежим воздухом, потому что это восстанавливает энергию и силы, дает возможность переключиться, заземлиться даже и продолжить более эффективно выполнять работу, подготовку к экзамену в частности. Сосредоточиться на экзамене часто мешает страх ответственности. Эмоции настолько захлестывают, что ученику начинает казаться, будто он ничего не помнит и не знает. Ни скибал, ни конец света. Чтобы преодолеть нервный ступор, психолог советует помнить, что жизнь не заканчивается и продолжается в любом случае. Если даже экзамен прошел неудачно, его можно пересдать. Пережить и прожить это можно. Можно отнестись к этому испытанию как к временным трудностям. Тогда не будет слишком глубоких переживаний о том, что всю жизнь на этом остановится. Все равно ключевое – это жизнь. И что как бы ребенок не сдал, родитель может говорить об этом и транслировать, мне важен ты сам. Это даже будет давать больше уверенности ребенку на экзамене, что он нужен в любом случае, и успокаивать нервную систему. Также в период предэкзаменационной поры родители дают своим детям успокоительные средства. Все таблетки строго по назначению врача напоминает психолог. Полноценный отдых и сон перед экзаменами подействуют лучше любого фармацевтического средства. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 29 организаций, 71 доброе дело. 120 публикаций в сети ВКонтакте. Около 3,5 тысячи участников. 932 мешка мусора. Такие итоги подвели на сцене молодежного центра в рамках закрытия весенней недели добра в Сарове. Всероссийская акция привлекла к участию воспитанников детских садов, школьников, студентов, представителей волонтерских движений и рфятсвнеев. На протяжении 8 дней команды делали различные добрые дела. Организовывали мастер-классы, собирали необходимые вещи в зону СВО, убирали территории, участвовали в благотворительных акциях и встречах. Ребята из команды «Экодружина», друзья природы, центра образования, ежегодно поддерживают акцию добрых дел. Мы собираем крышки, собираем макулатуру, отправляем коробки солдатам, еще помогаем животным. Это хорошо, добро. Почему важно делать добро? Потому что мы помогаем другим людям, это очень важно. В рамках акции «Неделя добра» прошли многочисленные субботники на территории организаций, в парковых и прогулочных зонах, в поймире Кисатис и озеро Боровое. Одно из общегородских мероприятий «Неделя добра» – молодежный кубок чистоты «Чистые игры». Субботник прошел на Боровом в формате командных соревнований и экологической викторины. Те команды, которые собрали больше всего пакетов мусора, стали победителями игр. У нас неделя прошла продуктивно. Мы участвовали в «Чистых играх», очищали Боровое озеро, заняли как раз третье место. Будем получать грамоту на подведение итогов «Неделя добра». Я участвую часто, и это уже стало для меня традицией, так как я являюсь волонтером клуба «Инсайт» три года. На сцене молодежного центра награждали всех участников «Весенней недели добра». Среди них не только активная молодежь Сарова, но и профсоюзный комитет РФЯЦ МНЕФ. В этом году его члены вышли на уборку территории Северного парка уже в десятый раз. Очень приятно, что с нами ходят и члены наших семей, самые главные коллеги по работе, дети. И вот в этом году хотелось бы особо отметить, что жители ближайших домов, то есть как раз этого Северного парка, который за нами официально закреплено, тоже вместе с нами убирались. И они говорят, мы теперь, поскольку сами с вами убираемся, тоже никого здесь не пускаем, поддерживаем чистоту. «Весенняя неделя добра» завершилась. Но добрые дела на этом не закончились. Истафетную палочку подхватил ежегодный марафон «Город единства непохожих», цель которого – оказать адресную помощь молодежи с ОВЗ. Марафон продлится до декабря. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Носик клеща имеет форму, напоминающую саморез, а потому удалять паразита, резко дергая вверх, категорически запрещено. Специалисты рекомендуют убирать членистоногих с места укуса, аккуратно выкручивая. Прикасаться к нему голыми руками не стоит. Лучше использовать перчатки. Если насекомое заражено, есть риск перенести инфекцию на руки. Поливать клеща маслом, химией, либо протыкать или прижигать – опасно для вашего здоровья. Погибая, он впрыскивает слюну, которая содержит большую концентрацию вирусов. И в этот момент происходит заражение. Может быть, он присосался, и не произошло заражение. Но люди, заливая его маслом, или пользуясь химикатами, способствуют этому процедуре выброса слюны. И, естественно, уже риск заражения, заболевания возникает. Поэтому не надо этого. Клеща рекомендуют поместить в емкость, чтобы паразит не смог присосаться снова и отнести для исследования в лабораторию. Клещи переносит четыре заболевания. Самое опасное – энцефалитный, более распространенный аборрелиоз. И редко встречающийся – анаплазмоз и эрлихиоз. В основном симптомы у заболевших – клещевой инфекцией, схожей с респираторной. Головная боль – повышение температуры, а зноб – неприятные ощущения в мышцах. Люди начинают заниматься самолечением и упускают истинные причины болезни. Что касается клещевого энцефалита, вопрос правильный в плане того, что это наиболее опасное заболевание. Опасно тем, что чаще всего клещевой энцефалит заканчивается стойкими осложнениями в виде порезов, параличей, то есть это неврологическое состояние. Не всегда человек может вернуться к полноценной жизни, а в ряде случаев это приводит и к психиатрическим состояниям. Поэтому, конечно, мы рекомендуем людям всевозможные меры предосторожности применять. Своевременная диагностика поможет защититься от неврологических состояний. Также в лесах или парках лучше использовать акарицидные препараты, максимально закрывать тело, выбирая светлую одежду, осматривать себя каждые 2-3 часа. Ещё одна действенная мера профилактики – вакцинация. Инфицированность клещей в регионе клещевым энцефалитом не так высока. И в любом случае, это традиционно где-то 0,3% из всех исследованных клещей. И плюс, обращу внимание, что не 100% случаев, когда клещ присосался, пусть даже энцефалитный, разовьётся заболевание. Поэтому за собой следить надо. После того, как присосался клещ, три недели, мерить температуру утром, вечером надо. В регионе зафиксировали 315 случаев присасывания клещей. Это внушительная цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост статистики связан с ранним началом сезона, так как первое присасывание зафиксировали в начале марта, когда ещё не сошёл снег. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Ежегодно в стране регистрируют около 7 тысяч случаев инфицирования машиной лихорадкой, которая даёт знать о себе характерными симптомами – геморрагической сыпью, поражением сосудов, сбоями в работе почек и общим ухудшением состояния человека. При отсутствии своевременной помощи заболевание может стать причиной серьёзных осложнений и летального исхода. Только своевременное обращение к врачу поможет сохранить здоровье у пациента и вернуть его к нормальной жизни. Это для нас тоже эндомичное заболевание. То есть всегда в регионе регистрируется заболевание с ГЛПС, сокращённое название геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это, скажем так, основная лихорадка, которая у нас регистрируется. И коварна, наверное, тем, что в первую очередь клиника, именно симптоматика, соответствует респираторной инфекции. То есть такое ощущение, что вы съездите в праздники на дачу, вернулись, вас продуло, и вы, больные с ОРВИ, лечитесь из домом аспирина. Инкубационный период инфекции до трёх недель. И если вы убирались на дачу или в гараже, и в течение этого времени появились какие-то симптомы, в первую очередь нужно заподозрить именно мышиную лихорадку. Вызывает её хантавирус. Его переносчики – грызуны, в организме которых в достаточном количестве присутствует патогенная микрофлора. К сожалению, статистика такова, что тенденция к снижению заражённости грызунов нет. Это не значит, что вы увидели мыши, а на 100% зараза. Нет, конечно, порядка 3% грызунов, которых мы отлавливаем, они бывают заражены хантавирусом. Но всё-таки риски есть. Не буду говорить, что у нас есть какие-то определённые территории. Опять же, грызуны достаточно хорошо перемещаются без границ, поэтому я бы отнесла, наверное, всю территорию области к эндемичной. Как правило, заражение происходит при активной уборке. Во время дачных работ вскапывание грунта отдыха на природе, когда образуется облако пыли. Пыль с частицами экскрементов грызунов попадает в дыхательную систему человека, и в этот момент происходит заражение. Поэтому специалисты рекомендуют делать уборку влажным способом. Обязательно смочить все метёлки и тряпки, чтобы не пылить. Второе, если всё-таки идёт в закрытом помещении, в каких-то зонах, где не проветриваем, то есть не уносит это полевое облако сразу, вы его вдыхаете, то лучше использовать маску. Не обязательно маску, которая медицинская, это может быть любая ткань. Ещё лучше, если это в два-три слоя или какая-то ватная прослойка. То есть мы должны задержать это полевое облако до того, как вдохнёте воздух. Также возбудитель может попасть в организм через грязные руки или через воду, заражённую грызунами. При отсутствии медицинской помощи, при симптомах мышинолихорадки возникает риск внутреннего кровотечения с последующим летальным исходом. Благодаря своевременному обращению к врачу выздоровление пациента занимает около 1-1,5 месяцев. Полное избавление организма от возбудителя инфекции и симптомов мышинолихорадки у мужчин и женщин отмечается спустя 4-6 месяцев. Александр Кашкарихин служит в пожарной охране более 25 лет. Желание стать огнеборцем появилось в детстве во время школьных соревнований юных пожарных. После окончания школы поступил в Ивановское пожарно-техническое училище. Тогда же Александр выехал на свой первый пожар. Горел большой очень дом, цыганский дом, очень большой деревянный цыганский дом, где нам пришлось действительно поработать, где нас допустили ко всем работам, как курсантов. Это был первый пожар, такой затяжной, довольно-таки сложный, потому что недостатка воды дом стоял на отшибе, ни гидрантов, ни водоемов не было. Каждый пожар индивидуален, говорит Александр, как и каждый день не похож на предыдущие. Следуя на вызов, полной информации пожарные не обладают, приходится ориентироваться уже на месте. Работа службы Александра заключается непосредственно в управлении боевыми действиями на пожаре. Его сотрудники приезжают отдельно от караула и берут руководство тушением пожара на себя. Работают пожарные сутки через трое. В день они могут выехать и на один вызов, и на десять. Все зависит от периода, от погоды, скажем так. Сухо, трава горит, зима, больше квартиры, строения, когда топят праздники эти, бани, дачные участки. То есть, ну, все зависит от времени года. Если судить нам по десятому году, по двадцать первому году, да, все это, я думаю, это прочувствовали, что лету на самом горячую пора. Большинство пожаров в нашем городе происходит от неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Непотушенная сигарета, брошенный окурок, оставленный без присмотра, электроприбор зачастую приводят к трагедии. Практически каждый день огнемборцам приходится вступать в борьбу со стихией, идя в пламя, чтобы спасти жизни других. Так, какого страха не было, то есть, сначала ты не понимаешь, что ты делаешь, ну, или как бы, мозг отключается просто, тебе нужно это сделать, а потом уже ты понимаешь, что ты там был, и ты это сделал. То есть, так, какого страха не ощущается. Ответственность, добросовестность, исполнительность. Сотрудник пожарной службы обязательно должен быть храбрым и выносливым, иметь отличную физическую форму, а также обладать теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнем. Когда пожарные не на выезде, они не сидят без дела, их день расписан по минутам. Мы учимся, пишем занятия, вот, у нас есть физическая подготовка, отводится на этот час, ну, и также есть занятия по ПСП, пожарно-прокладной спор, то есть, где мы тоже совершенствуем свои навыки, вот, и, то есть, мы не сидим, так сказать, без дела, просто так. То есть, мы всегда целый день, каждый день мы занимаемся. Эта работа требует не только умения лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, но самое трудное, это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью ради спасения жизни пострадавшего в огне человека. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Летние каникулы – это не только беззаботный отдых, но и период, в который детей могут поджидать различные опасности. Чтобы в непредвиденных случаях помочь себе и своим близким, нужно знать базовые правила и уметь применить навыки безопасности. Именно с этой целью в школе номер 10 ежегодно, в канун окончания учебного года, проводят мероприятие «День защиты детей». Для школьников с 1 по 11 классы подготовили обширную программу. В актовом зале состоялась встреча с приглашенным экспертом, врачом-психиатром Андреем Афониным. Беседа прошла на тему химических зависимостей, в том числе поговорили о вреде сигарет и вейпов. «Осложнений моря. Начинают курить, вроде бы ничего. А осложнения какие? Сердце, сосуды, легкие, онкология. Ум, ментальность наша, к сожалению, от курения». Проезжая часть – одно из самых опасных мест, где могут произойти несчастные случаи. В период летних каникул вероятность детских травм на дорогах города становится выше. Поэтому в школе номер 10 сотрудники ГИБТД провели для первоклашек акцию «Детям безопасную дорогу». Сначала ребята прошли викторину на знание ПДД и вспомнили, как правильно вести себя на проезжей части. «Это в рамках такой беседы с ними. Они вспоминают, мы задаем вопросы, они отвечают и моделируем разные ситуации, на которые, скажем так, они отвечают правильно, неправильно. Если неправильно, мы их поправляем». А потом дети перешли к самой увлекательной части – практике. На специальной учебной модели улицы со светофорами, знаками и дорожными разметками ученики младших классов тренировались правильно переходить проезжую часть, а также безопасно передвигаться на велосипедах и самокатах. «Переходили дорогу, как надо правильно переходить дорогу, на какой цвет надо переходить дорогу, как надо смотреть направо, налево. Я узнала, что не надо переходить на красный свет. И что, когда доходишь до середины дороги, надо смотреть направо. Надо слезать с велосипеда, когда подходишь к дороге. Надо снимать капюшон». Школьный психолог провела для учеников интересные тренинги и игры на сплочение. А на станции «Тактическая медицина» представитель воинской части рассказала о первой медицинской помощи при ожогах, травмах, обморожении и тепловом ударе. Ребята могли и сами попробовать наложить повязку, жгут, обработать раны. Кроме того, школьники участвовали в спортивных состязаниях и веревочном курсе. Мероприятия уроками безопасности, на которых классный руководитель еще раз напомнили о правилах поведения на природе, потому что начинается у нас летний период. Напомнили о биологической опасности, о клещах, несущих энцефалит. Напомнили о лесных пожарах, напомнили о поведении в быту. «У нас было много интересных станций. Таи, как игра, спортивные игры. Мы играли в волейбол, футбол. Также была интересная станция «Азбука здоровья», к нам приходил врач. Мы проходили тренинг. Было очень интересно, познавательно. Хотелось бы еще раз побывать на таком мероприятии». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Смотреть мультики интересно, а снимать их в сто крат увлекательнее. Секретными приемами мультипликации основами работы современного юного журналиста с гостями Пушкинки поделилась медиа-студия «Фристайл» детской школы искусств номер 2. Традиционное семейное мероприятие «Библиосумерки» посвятили профессиям ярким, творческим, современным. «Сегодня мы будем знакомить гостей «Библиосумерок» с работой нашей медиа-студии «Фристайл». Ребята познакомятся с азами профессии журналистики. Мы еще немножко расскажем им, как мы делаем мультики. Я думаю, что наша площадка будет интересна интерактивом. Наши журналисты подготовили специальную журналистскую игру. Я думаю, что будет интересно». Показала, как создаются архитектурные шедевры педагог детской школы искусств. Сотрудники библиотеки пригласили детей и взрослых на занимательный курс «Природа – лучший учитель». В мастерскую «В каждом живет художник», в зону книжных активностей и на занятия в студию рисования. Гости «Библиосумерек» смогли увидеть профессию библиотекаря в ее многогранности и оценить значимую роль детской книги в процессе формирования познавательных интересов и мотивации ребенка. «У нас будет совершенно удивительная площадка работать. Мама, по сути дела, выступает наставником. Они покажут, как сочинять сказки с помощью сказочных бутылочек. Это пластиковые бутылки, с которыми они ставят удивительные сказки и выиграли уже, мне кажется, не один проект даже. Вот сегодня они покажут нашим ребятам, как это можно делать и насколько это интересно». Вечер назвали «Палитра профессий». В мире существует множество интересных и важных профессий. Выбрать занятие, которое окажется по душе и проявить в нем свои способности очень непросто. Но возможно, если начать обдумывать этот выбор уже в детском возрасте. Помогает в таком сложном и ответственном выборе библиотека. «Библиотека на самом деле стоит в этом ряду педагогов и наставников, мне кажется, далеко не на последнем месте, а практически на первых позициях. Потому что действительно именно в библиотеке, в современной детской библиотеке дети очень многому могут научиться. Они могут приобрести очень много навыков, понять, что им интересно». На протяжении всего вечера в центре внимания были учителя и наставники, которые необходимы в любой профессии. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. «Легендарная битва за Хогвартс». Именно сегодня, 2 мая, все потороманы отмечают ключевое событие волшебной вселенной. Победу добра над злом в поединке Гарри Поттера со злодеем Волдемортом. Книги и фильмы о Гарри Поттере до сих пор любят во всех уголках земного шара. А что знают о мальчике, который выжил с Равчане? «Читал, прям, чтобы вчитываться, три книги читал. Фильмы, вообще моя любимая сага фильмов. Во все игры по нему переиграл. Вот, недавно вышедшую тоже прошел». «Я смотрел фильмы в жанре фантастика, но вот почему-то Гарри Поттер не цепляет вообще. Вот, ну, просто представление даже. Я вот что-то слышал там о этом фильме, вот как-то не хочется просто смотреть даже». «Читали, смотрели, очень нравится». «А чем нравится?» «Своя атмосфера». «Большая мультивселенная, большое количество персонажей, продуманный сюжет». «К сожалению, не смотрел». «А почему?» «Не доводилось». «А хотите ли посмотреть, почитать?» «Пока нет желания». История о мальчике, который выжил, вдохновляет поклонников уже на протяжении двух десятков лет. Успех Поттериана обеспечили захватывающий сюжет, яркий характер героев и, конечно, магия. Но волшебная история заложена и немало глубоких смыслов и идей. Вечная тема противостояния добра и зла, преданной дружбе и любви, храбрости и силы характера. У Гарри Поттера и его друзей есть чему поучиться, как детям, так и взрослым. «Грамотные, образованные взрослые легко считают множество подтекстов в этой книге. У Джоан Роулинг есть множество отсылок к античности, к средневековью и к истории, и к культуре, к алхимии, к астрономии, к различным другим наукам». «Гарри Поттер и дары смерти» седьмая и заключительная книга в серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В седьмой части главный герой и его друзья бросили окончательный вызов Волан-де-Морту и отстояли Хогвартс, а вместе с ним мир и спокойствие во всей магической Британии. В последней битве добро победило зло и положило конец войне. Памятный день, посвященный Гарри Поттеру, отличный повод перечитать книги или пересмотреть экранизацию знаменитой саги. А если вы еще не знакомы с этой волшебной историей, то сегодня самое время открыть для себя мир Поттерианы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин